Приветствую вас, друзья и не другие. Вчера записывал юбилейное, ему 55 исполнилось на днях, юбилейное интервью с Владимиром Левкиным, фронтменом группы из четырех букв. На-на. Потому что ему Барри Алибас запретил упоминать даже название команды. Ну как запретил? Пытается запретить. Я к чему это говорю? Перед началом эфира в гримерке Владимир Александрович мне забавное про Бориса. Бориса, да, именно Бориса. Как Кириллович рассказал. Это, оказывается, подлинное имя, отчество Барри Каримовича. Ну, поверьте, Левкина, не знаю, за что купил, за все продаю. Владимир Александрович, Правда ли, что вы застали времена, когда Барри Каримовича называли Бориса Кирилловича? Бориса Кирилловича. Как собрание, Борис Кирилловича. С Интеграмом вы просто, в смысле, они как были инструменталисты, да? Нет, нет. Мы работали концертную программу, первое отделение Интеграл, второе мы. И работали это где-то на протяжении полугода. Потом Борис Кириллович отпустил Интеграл, ну, так скажем... Опустил, слил, в смысле? Ну, на вольные хлеба. Не, Интеграл были офигительные, я их помню, вот, это такой рок-рок был. Ты же тоже увлекался хардой, там, хелем, это... Да, я тоже помню Интеграл. Они еще с 80-го года, там, в Тбилиси, так наиграли, что вся Москва ходила смотрит. А мне никто не верит, когда я с тех, кто помоложе, рассказываю, что Алибазов был рокером, меня смотрят, когда... Я говорю, Юрий Лоза был рокером, еще каким-то... Они так отжигали, что нынешним, в общем-то, и... Не, на самом деле, даже в интернете можно найти какие-то там записи Интеграла, где там они отжигают, мама не верю. Я любил их. И Юрий Эдуардович тоже был такой прямо огонь, огонь. Тоже сейчас Лоза-то вообще интернет-тролль был когда-то рокером. У меня книжка была «Русский рок», я просто Стёба Раде поставил на обложку Лозу. Ну, с ним договорился, он мне фотографию присылал, ну, такой она там, в кожаной корте, там, с гитарой, чтобы пуканы разорвало у всех наших рокеров. Ты еще меня в форме поставил. А, ты же, да, ты же морячок. Да. А у тебя есть в форме и с гитарой? Переделан бурслати у меня есть. Да, ну, с гитарой? Да, с гитарой. Ну, супер. И еще без козырка. Ой, скинь меня. Скинь, да. Качество нормальное? Ну, это не перефотографированное, а отсканированное белое, черно-белое. Ну, используя в переиздании тогда, и Газманов же тоже начинал как рокер, очень многие делали. Ну, тут нет, а многие начинали. Нет, на самом деле тогда роками увлекались все, практически вся страна, по причине того, что вдруг разрешили. И, кстати, есть глубочайшее заблуждение практически у всех, что первая рок-группа у нас была «Машина времени». Нет, первая официальная рок-группа в Саратовской филармонии называлась «Интеграм». Угу, я не знал. Я знал, конечно, там были всякие игратские всякие. А «Машина времени» была вокальным сегментальным аксамблем. Да. Биа. «Машина времени». за industrienezия на долинах 3 забол PROC велар違ап Dr胃 sulfur не Продолжение следует...